Синти-монстр – это живое существо, обладающее своим неповторимым сознанием и душой. И только создатель определяет его будущую роль в обществе, станет ли он настоящим монстром или пробудет в себе качества, присущие настоящему человеку. Всем привет, я Кевин. И Нора. И перед тем, как ты поставишь дизлайк этому ролику и напишешь гневный комментарий, просто досмотри это видео до конца. Ни я, ни Нора все еще не являемся сторонниками теории об Адриане Синти-монстре и относимся к ней скептически. Но мы также не можем закрывать глаза на твиттер Томы, который в последнее время просто пестрит различными уточнениями о природе Синти-монстров, которые, правда, больше походят на намеки, но все мы знаем этого паренька и его страсть к запутыванию. Я вот после «Феликса никогда не будет в Миракулус» уже не так ему доверяю. Однако большая часть утверждений из его твиттера абсолютно каноничны для материала, да и вселенной в целом. Много чего этот мужчина успел написать, и в этом видео мы постараемся подробно разобрать большинство из этого. Но само обоснование будет опираться на те же утверждения из твиттера Аструка, имейте это в виду. Кстати, скандальный кадр с потиранием кольца в этом видео фигурировать не будет. На мой взгляд, это просто очередной байт от создателей, и относиться к нему серьезно, ей-богу, смешно. Однако именно этот момент положил начало нашим рассуждениям из серии «А что если?» и «Пошло-поехало». Но начнем мы с самого начала. Основная концепция лежит в определении синтимонстра. И давайте сразу обговорим, что синтимонстр – это эмоция, принявшая личину живого существа. Он может выглядеть как угодно, его форма и физиологические особенности будут зависеть от воли владельца Камня Чудес Павлина. Однако он также может быть создан и от чужих эмоций. На одного владельца Камня Чудес приходится только один синтимонстр, и создать второго, если под его командованием уже есть один, не получится. Но в случае, если по земле бродит синтимонстр, созданный его предшественником, нынешнему владельцу Камня Чудес это мешать никак не будет, что было продемонстрировано в серии «Фист». Держа при себе предмет самоком, в который заключена его душа, синтимонстр имеет те же права и способности, что и любой другой человек. Он может сломать предмет, изгнав Амок, и тем самым уничтожив себя. Он имеет власть над собственными решениями и может контролировать свою жизнь. А сейчас относительно детства и рождения Адриана. Недавняя серия дала нам конкретное понимание того, что Адриан очень размыто помнит себя в ранние годы, ему с трудом удается самостоятельно вспомнить о мечте и стремлениях. Когда магия прокралась в глубину его подсознания, выяснилось, что основной целью мальчика было угождение родителям и воплощение их идеалов на себе. Весьма неоднозначно. Однако в теории должно работать. И если ей следовать, можно также построить приблизительную хронологию событий до рождения Адриана, которую пока что не столь много может опровергнуть. Согласно наиболее популярной на данный момент теории, его мать Эмили в силу неизвестных нам обстоятельств не могла иметь детей. И стремясь решить эту проблему, она вместе с мужем отправляется в Тибет, где пара находит потерянные камни чудес и книгу хранителей. И уже отчаявшись, Эмили прибегает к магии, хоть и знает, что камень чудес павлина сломан и это небезопасно. Она все равно создает Адриана и по истечению условных 14 лет впадает к кому. Габриэль позволил пойти ей на подобный риск, из-за чего теперь жалеет. Именно это стало той роковой ошибкой, которую когда-то допустил Габриэль. В одном из роликов я уже рассуждал на данную тему, мол, что же такое случилось с Эмили, но сделал это, как всегда, максимально обобщенно, отдаленно и вообще, люди в комментариях справились с этой задачей куда лучше. Теории были классные, заводите канал, становитесь леди-баггерами, будем леди-баггить вместе. Однако сейчас вернемся к ролику. О многих фактических погрешностях в этой теории пока судить рано. Но ибо нам и по сей день неизвестно почти половина сюжетной предыстории семьи Агрест. Но есть и много других факторов, которые могут поставить под сомнение достоверность теории. По словам самого Томаса, слово синтимонстр ярко демонстрирует людскую злобу и предвзятость. Люди разделили мирские явления на правильные и неправильные, возведя себя в разряд первого. Они изначально считают себя выше, и будь их жестокость хотя бы немного меньше, они бы выбрали термин синтисущность. Внешность Адриана случайно не напоминает вам Феликса? Безусловно, напоминает, так как они делят одну общую модельку. И когда серия только вышла, многие сочли это за очевидную халтуру со стороны создателей. А кто-то даже предположил, что у Габриэля по молодости произошел некий казус с женой и ее сестрой-близнецом. Но что если выдвину гипотезу, согласно которой данный ход не являлся халтурой или ошибкой, и это могли сделать специально? Если придерживаться теории про синтимонстра, Эмили могла воссоздать физиологические и косметические детали с Феликса, взяв его за некий готовый прототип. Примечательным является тот факт, что совсем недавно Астрюк отписался в Твиттере касательно этой ситуации, сказав, что их матери-близнецы, и он считает это достаточным основанием, чтобы сделать Адриана и Феликса одинаковыми. И может в биологии я не настолько сильна, но по-моему генетика работает несколько другим образом. И в формировании внешности ребенка отец играет такую же немаловажную роль, как и мать. И это утверждение имело бы место быть, если бы близнецами были и их отцы. Однако даже в таком случае ребята не могли выйти совершенно одинаковыми, это нелогично. Да-да, пытаюсь учитывать биологию и логику в мультсериале, в котором существует такое чудовище, как мороженщик Андре. Возвращаясь к Адриану, вы никогда не задавались вопросом, почему его долгое пребывание в одиночестве никак не повлияло на формирование его характера? Ведь было бы гораздо уместнее наградить скверностью именно его, по сути, затворника собственного же особняка. И тут мне в голову пришла очередная мыслишка, что если Адриан всегда был идеальным? Он миролюбивый, не ссорится с отцом, хотя на его месте любой из нас с ним бы уже разругался. Ну и его природная отдаленность практически в любом деле. Адриан – гребаный читер, и меня это начинает немного пугать. Та же Маринетси властна в гражданской жизни, только если дело касается видеоигр или моды. В актрисы ее не берут, фитовальщики и поданы не возьмут. Врать не умеет, но люди верят. У нее есть слабость, и их нередко показывали в мультсериале. Но Адриан же практически идеален. Касательно этого уже высказывался Астрок, сказав, что это не так, что у него тоже есть минусы, но сходу практически невозможно назвать занятие, которое бы ему не далось. Адриан – прекрасный пловец. Адриан шпарит на пианино, знает китайский, один из лучших фитовальщиков в своей группе, озвучил мультик, что, кстати, довольно непросто, тем более если у тебя в этом нет опыта. Это лишь малая часть его достижения за условные 14 лет. Отрезательных качеств как таковых в Адриане я не вижу, и прихожу к выводу, что он не человек. Его уже создали таким. Идеальным. Габриэль пару раз еще в первом сезоне высказывался по этому поводу, и тогда меня это не особо смущало. Но сейчас его восхищение больше походит не на гордость за сына, а на гордость за какой-то проект, в котором он участвовал. Я вот как-то так же восхищаюсь своими превьюшками, когда они у меня хорошо выходят. Однако, если это все же результат упорной работы над собой, а не магией Камьи Чудес, то мне чертовски жаль Адриана, он лишен детства. И перед тем, как перейти к следующему факту, давайте обговорим то, какими перед нами предстались синтимонстры. Большинство синтимонстров, что были представлены нам, похожи на, соответственно, монстров. Вспомните мегапиявку или бабочку, которую создал Бражник, ту же бездну вины, которая также является синтимонстром. В них, по сути, не прослеживается человеческих черт, а синтимонстры, которые приобретают более гуманоидную форму, чаще всего являются копией уже существующих людей, как та же синтибаг или синтибабблер. И во втором случае, по словам Томаса, они имеют далеко не только человеческую внешность. Так же, как и люди, они могут испытывать различные эмоции, влюбляться, разочаровываться, грустить. Они могут даже жениться и иметь детей. Единственным их отличием от людей является тот факт, что ими можно будет управлять, имея при себе предмет самоком. В остальном, различий не так уж и много. И если бы Натали тогда не уничтожила синтимаг, она могла бы прожить полноценную человеческую жизнь. Одним из гипотетических примеров разумных человекоподобных синтимонстров мы уже ударились в какие-то странные термины, может служить Сэрлэн Слот. Да-да, тот самый со времен короля Артура. И если верить твиттеру Томаса Аструка, то это весьма романтичная история. Волшебник Мерлин решил создать правую руку для короля Артура, однако полученный рыцарь вышел настолько идеальным, что в него влюбилась сама королева. И имея на руках все сказанные выше сведения, данная теория уже кажется не настолько бредовой, как в те времена, когда она была только маленьким зародышем гипотеза. И, наверное, последний момент, который я бы хотела затронуть, это момент из серии Миракулер, в котором аккуматизированная Сабрина ударила Катануара его же собственным катаклизмом. И вопреки многим распространенным суждениям, катаклизм ее являлся полностью настоящим, и он был просто-напросто похищен у главного героя в силу ее способностей. Так что никаких поблажек или уступок со стороны ее силы быть не могло. Однако же сам Томас сказал, что Кату Нуару очень повезло на тот момент находиться в костюме. И если бы в тот момент Адриан находился не в костюме, неизвестно, что с ним произошло, так как большую часть атаки на себя взял Плак. Ну а те же синтимонстры, которые в ходе сериала подвергались воздействию катаклизма, становились неуправляемыми и разрывали свою внутреннюю связь с создателями или владельцами. По моему мнению, второй аргумент против этой теории является самым веским. Если вспомнить эпизод Кот Блан, Адриан разрушил практически весь город, а то и всю планету. Мир находился в руинах. И если во время этого огромного взрыва Адриан уничтожил все живое и неживое, то каким образом мог бы сохраниться предмет с Амоком, от которого напрямую зависела его жизнь, и как бы он продолжил свое существование. Так что это тоже неплохой повод задуматься, являлись ли все предыдущие доводы рациональными. Ну и последний аргумент. Это то, почему же Габриэль не управлял Адрианом, когда ему это было нужно. И тут не стоит забывать, что если создатели ушли в такие крайности, то произошло это не сразу. Точнее с первого или даже со второго сезона. Амок предположительно находится в одном из кольцев Грэм де Ваниле, как раз в том, что сейчас находится у Эмили. Но серия Мегапьяка, которая на мое удивление казалась годной, рекомендую, Габриэль зачем-то надел его на себя. И да, именно этот момент я пообещал не брать во внимание, поэтому просто пропускаем и переходим к заключительной части этого ролика. А именно период затворничества Адриана. Время, когда он был отделен от других детей, людей и находился дома. Родители пытались компенсировать это крутыми штуками, которыми забита его комната, но как-то не вышло. Опять-таки в одном из прошлых роликов я уже пытался разобраться в причине этого поступка со стороны мамы Адриана. И плюс-минус логично мне тогда показалась версия с защитой Адриана от врагов его родителей. Сейчас же думаю, что это бред, его держали в заперти, потому что он просто не такой, как все. Все может быть, но давайте не забывать, что все сказанное в этом видео это всего лишь теория, предположения, догадки, подкрепленные фактами из Твиттер Томы. И мы ни в коем случае не выдаем это за истину. Подведя итоги всего сказанного, могу с полной уверенностью сказать, что на данный момент существует не столь много, опровергающих эту теорию, аргументов. И замечу, что с каждой серией пища для рассуждений все растет и растет. Ведь это так странно, что ребенок мечтает не о чем-то своем, а о том, как бы ему быть тем, кем хотят видеть его родители. Тогда Кот Нуар принял образ Адриана, идеала по плоти. И может ли это значить, что его родители действительно хотели идеально в бесучка и задореньке сына? И давайте, пожалуйста, без аргументов, а-ля «Это детский материал, тут такого не будет!» Будет, если того захотят создатели. Им ведь ничего не помешало засунуть полумертвую женщину в капсулу. Я вот в Свинке Пепе такого еще не видел. А ты... Как тебе вообще это видео? Хоть досмотрел до этого момента не скупись на доброе дело. Лайки и подписки на наши каналы спасают от депрессии, а вот комментарий замечательный оберег от всех несгод. Сама Баба Нина сказала «Авторитет». Ну, это был Кевин. И Нора. Которые пошли гамать в Геншин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok